Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у меня на ужин очень классное блюдо. Это зеркальный карп. Вот такой красавец! Весь золотой, как золото горит. Посмотрите, настоящий зеркальный карп. Он очень вкусный. Я его буду готовить. Я слегка сниму с него остатки чешуи, потому что у зеркального карпа чешуи очень мало. Я снял остатки чешуи из зеркального карпа, и сейчас его буду потрошить. Я очень люблю потрошить рыбку, потому что всегда это как будто бы ищешь какой-то клад, что у нее есть внутри. Вот, какая красота! Громадный зеркальный карп, жирный самец. Если у вас есть возможность, всегда выбирайте самца. Независимо от того, насколько велико искушение покушать икры, самец всегда вкуснее, чем самочка. Потому что у самки вся энергия уходит на то, чтобы вынашивать потомство. А самец остается красивым, жирным и молодым. Всегда! Ну, как бы я там не умничал, жира много, но все-таки это самочка. Поэтому я его не выбирал, он мне просто попался. Но это самка с зачатками икры. В любом случае, самочка очень хорошая и упитанная. Этого волшебного зеркального карпа я сейчас филирую. То есть, я беру, делаю вот такой прекрасный разрез за головой. И провожу филеный ножом вдоль позвоночника, чтобы снять с карпа все филе. Но предварительно я сделаю вот такой разрез по позвоночнику, чтобы отделить две части мяса от костей. Так, вам все хорошо видно. Так. Так. Здесь у нас очень простые ребра, поэтому такой способ не подходит. Мы будем проводить маленьким ножом по ребрам, чтобы отделить косточки. Так. Одно филе, а то, то же самое мы делаем со второй половинкой. Прижимаем нож плотно к реберным костям. И вот так аккуратно срезаем все в мякоть. Не бойтесь, если немножко мяса останется на костях, оно у нас не пропадет. Из него мы сделаем прекраснейший рыбный бульон. Смотрите, у нас получился вот такой скелет. Это позвоночник и очень тонкие пленочки мяса на самих ребрах. Если бы мы их просто пожарили, то толку с них было бы мало. Но мы из них сделаем очень вкусный бульон, то есть настоящую уху. Пока займемся доводкой филе. Вот такое прекрасное филе, но здесь оно состоит из двух частей. Толстая часть мяса, которая идет на позвоночнике, и тоненькая часть мяса на ребрах. Они готовятся при разных условиях. Поэтому для того, чтобы мяско получилось вкусное, нам нужно отделить спинную часть филе от ребер. Вот так. Отрезаем сразу плавник. И отделяем спинное филе от реберного. При резке слышно, что кожа у зеркального карпа достаточно упругая. Ее можно снять. В этот раз я делаю все быстро, потому что нам нужно срочно гласить дорогих гостей. Поэтому кожу оставляем. Хотя давайте попробуем. Это очень легко. Пока кусочек целый. Прижимаем филейный нож. Вот так. И проводим вдоль мяса. Из кожи получится отличный навар в бульоне. Если какие-то маленькие кусочки кожи остались на филе, ничего страшного. Вуаля. Вот. Идеальное филе. Это будет самый ценный кусочек для самых уважаемых гостей. А вот эта чистейшая кожа. Посмотрите. Здесь практически нет никакого мяса. Она даст супер навар в нашем рыбном бульоне. Теперь режем реберное филе на порционные кусочки. Попробуем здесь также снять немного кожи. Но это будет не так легко, как на спине. Из-за того, что ширина куска очень большая, и где нож не достает. Вот здесь прекрасная чистая кожа. Только в самом конце кусочек кожи я не смог отрезать, потому что филе слишком ровное. Вот. Делаем ровные кусочки. Они должны быть одинаковой толщины, потому что если в одном месте кусок толще, в другом тонче, мы не сможем его равномерно прожарить, и какой-то кусочек, часть кусочка будет пересушенная, а часть останется не такой, как бы нам хотелось. Для того, чтобы подчеркнуть богатый вкус зеркального карпа, я буду использовать только зеленый перец, вот такой, и морскую соль. Самое важное, друзья, я не буду панировать рыбу в муке. Я знаю, что многие скажут, панировка даст сочность, даст золотистую корышку, что-то еще, но панировка в то же время даст еще богатый вкус муки, то есть обычное, насыщенное, калорийное блюдо советской столовой. Я хочу показать вам способ, как можно сделать из такой красивой и ценной рыбы настоящий шедевр. Поэтому только зеленый перец и соль, без муки. Итак, отдельно зеленый перец и отдельно соль. Таким образом мы будем контролировать точечно, сколько нужно соли каждому кусочку, сколько нужно перца каждому кусочку. Еще один очень важный нюанс. Обратите внимание, на одной тарелке у меня лежит филе с позвоночника, то есть толстые кусочки, на второй тарелке у меня лежат кусочки именно с ребрышек. И это сделано для того, чтобы я знал, что с одной тарелки я обжариваю тонкие куски и они обжариваются очень быстро, а вторые, возможно, на полминутки на минутку будут жариться немножко дольше. Ну, я скажу, перец, если мы сейчас попищем рыбку, при жарке начнет гореть, ну, у меня не начнет. Вот так, 4 кусочка будет достаточно, остальное место для того, чтобы шварда работала. То же самое здесь. Жарим рыбку на среднем огне, чтобы она и не слишком прихватывалась, и в то же время, чтобы она быстро пожарилась. Я часто переворачиваю кусочки рыбы, чтобы они не слишком присушивались, и в то же время, хорошенечко жарим. И вот, друзья, прекрасный карп уже пожарен. Замечательное золотистое филе из зеркального карпа. Жарилось 2-3 минутки, и все, оно очень вкусное и ароматное. Оно уже готово. На этой тарелочке ребрышки от карпа. Здесь чуть-чуть осталось потрошков, и самое интересное, это омега-3. Это настоящий рыбий жир, то есть тот жир, который есть в рыбе. Сейчас я его пока не готовил, чуть попозже я его разогрел на сковороде, он вытопится, это будет очень полезный, натуральный продукт, лучше любых витаминов. Рыбка отдохнула 2-3 минутки, после жарки, начинаем пробовать. Вот такие красивые кусочки, они очень сочные. Пахнет жареной рыбкой, никакой муки здесь нет, но в то же время, посмотрите, рыбка прекрасно подзолотилась, с отличной ароматной, вот такой коричневой корочкой. С нее копает сок. Видите, кто сказал, что рыба без муки будет сухая? Никогда. Поверьте мне, попробуйте мой способ, и вы скажете супер. Ммм. По вкусу, по текстуре, это как будто бы настолько нежное, легкое, воздушное, картофельное пюре, что ты его просто положил в рот, или как будто бы мороженое, и оно тебя растаяло, вот настолько мягкое, прекрасное филе у карпа. для того, чтобы подчеркнуть изящество карпа, нужно использовать белое сухое вино. Я использую белый пшеничный дистиллят. Это совсем другое, но вина у меня опять нет. Пшеничный дистиллят, это самый нейтральный напиток из зерновых, поэтому я использую для того, чтобы подчеркнуть богатство вкуса зеркального карпа. Он хороший сам по себе, но если у нас еще есть карп, это вообще отлично. Я не знаю, как вы, но у меня уже спинники очень текут. Надеюсь, что и вам это видео очень нравится. Друзья, если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете. Ссылочка для подписки на мой канал вот здесь внизу, вот здесь рядышком колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы всегда будете в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Получ hyvä. Создану и выгляда.